В декабре прошлого года Новолтайский суд приговорил Дарью Волокитину к трём годам лишения свободы в колонии поселения. Женщина сбила на трассе Барнаул-Новосибирск фельдшера Валентину Катенёву. Медик приехал к пострадавшим в ДТП и стояла на обочине возле кареты скорой помощи. Волокитина, несмотря на работу спецслужб, даже не снизила скорость. Срок в три года лишения свободы показался мягким для семьи, но тем не менее в целом устроил. Мы не жаждали, как сказать, ей мести, ни крови, но мы согласились с этим. Не согласилась и виновница. Подала жалобу в Краевой суд. Подсудимой назначили новое наказание. Три года лишения свободы, но уже условно. Но нам это трудно осознавать. Нам просто, не только нам трудно осознавать, и родственникам, и коллегам, и всем, кто знал её. Нам просто это трудно. Ну как, сейчас можно действительно там соворовать телефон и посадить на три года. А тут человек погиб и по её вине. Человек должен как-то нести наказание заслуженное. Ну а так на свободе всё шикарно живёт. Родственники не согласны с решением Краевого суда. Подали апелляционную жалобу в Кемеровский суд. Суд удалился на совещание. Через три минуты ровно выходит судья и сказала, в жалобе нам отказать. Семья погибшей ежедневно на связи со своим адвокатом. Готовит жалобу в Верховный суд. Очень тяжело. Очень. Мы никак не можем согласиться с таким приговором. И никогда не согласимся, наверное, пока не найдём правды. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Дмитрий Денисов.